О доме матери ребенка «Жизнь одна» известно далеко за пределами Тверской области. За помощью сюда обращаются женщины, страдающие от алкогольной и наркотической зависимости со всех уголков страны. Особенность этой организации в том, что, проходя реабилитацию, мамы могут находиться здесь прямо с детьми. В доме несколько специально оборудованных комнат, рассказывает руководитель Анна Дуденкова. Мы как раз ждем сейчас людей. У нас сегодня еще одна мама приезжает из Крыма. Вот как раз, собственно, свободные места. Пятеро деток, которых мы заберем. Уже есть куда разместить. Строительство и ремонт еще не завершены. Каждый год идут работы. Впрочем, работы здесь идут не только строительные, но и воспитательные. Задача непростая – помочь справиться женщинам, матерям с их зависимостями. Как правило, это наркотики и алкоголь. Но вот сейчас могу сказать о том, что около 40 человек прошло. И это мамы с детьми. То есть это разное количество мам и детей. Есть мамы с одним ребенком, с тремя, с пятью. То есть сейчас, ну, в общем, наверное, 40-50 человек за год. В принципе, по статистике, и мы общаемся, курируем тех мам, которые покинули проект. 40% – это та цифра, которая, в принципе, и держится с момента возникновения проекта, которые вернулись к нормальной жизни. То есть они не употребляют, они вернули детей. Кто-то из них трудоустроен. И кто-то даже живет здесь, у нас в городе Твери. Анна Дуденкова знает точно то, что чувствует ее подопечной. Ведь сама она также 10 лет назад прошла этот сложный путь реабилитации после длительной наркотической зависимости. Ей удалось вернуть дочь, найти свое призвание и даже выйти замуж. Причинила боль своим близким. Своей родной дочери, которая переживала, что ее мама живет таким образом в жизни. Я думаю, что это очень сильно влияет на воспитание детей и на их самооценку. Моя мама, она правильно себя вела. Она не была созависимой. Она не пустила меня домой, несмотря на то, что был ребенок. Она не позволила мне быть с ребенком. И как бы это было жестоко, но, с другой стороны, это было очень мудро. Это было правильно. Я болтаюсь, живя таким образом в жизни, конечно, устала от этого. Потому что это постоянно, каждый день, это борьба за выживание. Ты не приходишь домой почистить перышки, вытащить у мамы денег из кармана. Нет такой возможности. Каждый день тебе надо выживать. Пройдя непростой путь сама, Анна Дуденкова сейчас помогает другим зависимым женщинам. Я рассказываю, рассказываю в красках те вещи, за которые мне, конечно, стыдно, то, что они были. Но я не могу изменить прошлое. Но сегодня в настоящем я могу помочь кому-то. Человек не свободен от своей проблемы, пока он боится об этом говорить вслух. Тернистый путь к счастливой жизни предстоит и 34-летней Кате из Твери, у которой случился паралич на фоне употребления алкоголя. История девушки вполне банальна. Пивка на дискотеку. Зачем пивка? Ну, для смелости, для дерзости. Потом вроде как, а что-то скучно, а надо еще. Потом, 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 потом. То есть ты сам не понимаешь, когда ты в этой яме оказываешься. Родных у Екатерины нет, а потому помочь некому. Но неравнодушные люди сообщили о ней в реабилитационный центр. У Кати есть шанс восстановиться и встать на ноги. Как признается сама девушка, к прежнему образу жизни она уже не вернется. И не только по состоянию здоровья. Думаешь, насколько это все просто... Ты даже не низко, это ниже, чем низко. Когда уже осознание приходит, ну, правда, уже после того, когда ты полностью осознал. Как рассказывает Анна Дуденкова, большой процент прошедших через ее центр женщин больше к пагубному образу жизни не возвращаются. А значит, работа делается не зря. Но все же главным фактом в этих историях, о котором, кстати, упоминали все наши собеседницы, это искреннее желание самого зависимого дать себе помочь. Ведь работать над собой предстоит именно ему. Продолжение следует...